пока вы все подключитесь пока вы все подтянетесь всем большой привет всем большой привет давайте определим тему для нашего общения пишите в комментариях о чем бы вам было интересно поговорить то у меня еще не весь день спрашивают про сглаз рассказал тут на днях в прямом эфире как меня сглазили как я боялась в церковь идти короче караул поздравьте меня кстати сегодня я впервые заправлялась сама на заправке без заправщика за два с лишним года со мной случилось впервые короче поэтому вот так у меня сегодня почин да всем привет 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 давайте пишите интересные темы в комментариях о чем поговорить но и поговорим с вами это весенчат катастрофами сегодня все через одно место вообще просто так давайте предлагайте тему для общения лайки лайки спасибо спасибо что лайкаете нет статьяна владимировна я сто лет честно не общалась но если приезжать на съемки могу пообщаться ой сашу лик муравьев это назвать на работе не наболтались вам можно и в прямом эфире посидеть любители подарки конечно кто ж их не любит то все любят классный макияж между прочим я сегодня сделала сама не знаю видно вам или нет но зацените я научилась сделать мягкий переход короче тенями к темному уголку вот короче тоже могу этим похвастаться привет одесса так когда мне будет крест на новую квартиру ху весной и летом я думаю то есть сейчас у меня практически закончен ремонт то есть остались двери это я жду зарплату чтобы купить плинтуса и натяжные потолки пошла очень крутую компанию правда из питера но прям бомбическую по потолкам если надо кому я тут смотрю у меня в комментариях тема ремонта актуальная могу прислать вам кому интересно короче будет кинул ссылку вот у ребят очень крутые цены в москве тоже работают кстати по городам выезжают вот поэтому не скоро у меня период кто спрашивает видимо по весне так мы тут спрашивают как нам устроиться на работу смотря какой у вас опыт работы на тв на каких проектах работали на каких каналах и так далее без опыта мы не берем в процессе не обучаем то есть нам нужен человек уже ну с каким-то багажом который бы мог быстро воткнуться в лице у которого есть опыт ну ссоре ага любители гостей слушайте ну по-разному от настроения если настроение хорошее да а если нет то иногда и одна могу поваляться вы стираете да это не стиральная машинка кстати будет потому что в другие времена я не честно не успеваю нифига дома делать и вот только прискакал это вот помыл руки и сразу включил стиральную машинку я терпеть не могу когда в корзинке ли белья накапливается куча одежда прям вот бесит честно поэтому стираю сейчас других вариантов нет так сказать и токаревой честно она же в ростове живет я и сто лет не видела не слышал но если буду в ростове с удовольствием бы с ней пообщалась ларченко да нет пока не планирует возвращаться а мне приятно что вы меня лакить правда а то я такое ощущение как дурочек общаюсь с ума с собой а так вроде бы есть вот мне так почему в доме 2 такие неприятные персонажи пропаганда насилия жесткости в отношении девушек и одна страшная зла и психовы на черно слушайте новую я вам расскажу знаете одну такую притчу вот грязная лужа точнее лужа один видит в ней грязную воду а другой отражение звезд вопрос на что вы настроены восприятие есть же хорошие пары есть очень положительные участницы есть насти ванова из новеньких есть я на шофеева я считаю очень позитивная девочка ну то есть у меня нет насилия нет какой-то грязи в отношениях с ее стороны есть куча разных новых участников которые абсолютно позитивны и если вы обращаете внимание на негатив и на неприятный момент и вопрос к себе и к своему восприятию честно машинку до стираю я стираю чушь и не человек что ли мой любимый шоколад молочный с нуку и с орешками вообще люблю милку с орехом это вот называется хотите ко мне подмазаться просто родину за это продам на кастинг не знают это моя реально самая любимая шоколадка вот либо клубника с йогуртом господи квадратные шоколадки до елки ну короче вы поняли как я отношусь к программе где блин делал экспертизу дочери слушайте ну чувак зарабатывает деньги захотел получить нормальную сумму сразу ну что же за это осуждаете то его ничего каждый крутится как может же мне пофигу честно классный макияж я вообще кстати говорят что мне идет мой который не сильный дожили до 35 лет научилась глаза красить хоть что-то вот саратову привет с ирина гибалова и честно сто лет тоже не общалась что с юлей ефременко а что с ней ну-ка расскажите какая у меня сфера деятельности после дома 2 так у меня дом 2 в моей жизни продолжается он никуда не девался натяжные потолки не делай у меня без вариантов первый этаж я боюсь что меня зальют соседи альтернативы на первом этаже нет гидроизоляция сделано но вариант только натяжные не дай бог зальют соседи у меня дорогой ремонт вариантов нет альтернативы честно хочешь дом 2 так я там работаю ребят сказал мне туда хотеть какой последний фильм смотрела в кинотеатре хороший вопрос вот честно вы же меня любите за честность да у меня все деньги уходят в ремонт что в кинотеатре я даже не помню когда последний раз было потому что любая свободная сумма которая появляется ты сейчас как рассуждаешь когда у тебя ремонт теперь понимаю мою подругу юлию субботина мне все время говорила начнется ремонт и будешь понимать так 5000 тоже на кино не потратишь ну там попкорн посидеть в кафе сами билеты и так далее ты будешь понимать ага 5000 это зеркало в ванну или там 5000 это новая полка не знаю там в туалете вот она примерно так и есть я реально сто лет не было в кино вот честно зато честно парень заблокировал после ссоры отношениям три года плюньте и не обращать плане займитесь своей жизнью сходите потусите по выкладывайте кучу фоток из злостных мест на делайте чекинов начните знакомиться с парнями поверьте чувак приползет сам вот это правда каким спортом занимаетесь и никаким к сожалению я вообще не про спорт я не за и не против и я нейтральный человек который положительно относится к спортсменам но в моей жизни этого нет увы натяжные потолки отстой господи не делайте же вас не заставляю вы можете у себя не делать хоть мурамора выложить моя квартира я сама разберусь что-то делать так спасибо что лайкайте на чувство я сама с собой разговаривание тут есть где-нибудь люди где брать опыт опыт берется на любых не федеральных каналах на спутниковых на любых каналах где можно получить опыт вы его берете туда проще устроиться там не всегда нужен опыт работы а на федеральные каналы до приходится с опытом никто не возьмет на 1 2 канал работать на нтв на тнт и так далее без опыта но это надо иметь либо связи либо опыт но по связям тоже нужно мало-мальски понимать что-то в делу производства съемочного процесса на и правда увы ты готовишь будущему мужу иногда готовлю честно готовлю под настроение так что так себе по ходу я хозяйка пользуюсь ли а сайтом алиэкспресс вот честно впервые что мы заказали с алиэкспресса вы час бы держать но это правда честно это сантехнику там была скидка мой молодой человек он шарит в этом он заказал мы короче заказали душевые системы краны и и все что вот с этим связано на алиэкспрессе потому что даже в леруа в обе твоем доме выходила в два с половиной раз дороже вот первая покупка на про дни моя молодого человека на алиэкспрессе ну честно зато что я обычный человек так общаясь с валерой с лера мастер по так она не в москве было в москве мыши общались бы а так как люди когда разъезжаются по другим городам очень сложно поддерживать общение с людьми дистанционно дистанционно как мне пара рай пинчук не знаю не коганшо они нравятся друг другу мне мое мнение здесь причем как дела у яны и захара да все нормально у ребят любят друг друга когда в колумбус придете лена а вы работаете в колумбусе я там часто бываю практически через день так с века башен и общается с не уже спрашивали примерно по моему про эту девочка даже не помню такую частницу если честно видимо она была давно или недолго как настраиваюсь на позитив в смысле зачем на него настраиваться в жизни лучше мотиватор настроиться на позитив зачем вам негатив и помогать мне в жизни религия ох 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 вот такое я предпочитаю вопрос религия обходить стороной честно потому что вот у меня была ситуация когда на меня навели сильную порчу из глаз и я не пошла в церковь обратилась к другим людям и ни разу не пожалела и я считаю вера она внутри вас и если у меня был выбор религии не факт что я выбрала бы православие ну вот если так говорит не хочу не обидеть обидеть ничьи чувства но когда ты многое знаешь уже о буддизме других религиях и так далее вопрос веры такой спорный я считаю надо верить при себя то есть я практически не хожу в церковь но редко правда не ношу крестик но я крещеная конечно то что родители в несколько месяцев не спрашивают тебя когда крестит поэтому не знаю насколько у меня в жизни религия помогает я верю в свои силы я верю в судьбу которую мы сами делаем своими руками я считаю я неплохой пример для тех кто не верит в судьбы в бога там и так далее не упывает на но не упывает на это верит в свои силы в свои возможности это отличный мотиватор для того чтобы чего-то жизни добиваться как мне ксюшу волкову да пока непонятный участник честно не герой неплохая позитивно как девчонка просто нет пока с ней историй ярких связанных кто там посуды стучит эти посуды это телек играет в соседней комнате вот кстати у меня есть идиотская дурацкая привычка ты включаешь телек в одной комнате а сидишь и общаешься или работаешь другой вот это как объясните мне вот что с этим делать как там актриса и наталья рудова кто это честно не знаю так я не смотрю фильмы не смотрю сериалы потому что мне очень специфический вкус кино и мне вот чтобы что-то понравилось разлохматил мишка мою прическу мне чтоб что-то понравилось это прям многие не знаю что должно произойти последний раз когда я плакала над фильмом который меня очень сильно зацепил это было дайте подумать и за фильм блин я не знаю насколько вы любите арт-хаус но наверное у меня такой специфический вкус не на массовые вот эти вот камень я могу посмотреть поражать я все смотрю но вот так чтобы зацепила нет ни что не все мне нравится пиковая дама по моему последний фильм был который я смотрела в современном прочтении но он очень крутой прям я плакала честно очень крутой единственно верность от который могу вспомнить что у меня зацепили но у меня вот игру мало что нравится в этом плане такой извращенный человек полезный шоколад горький знаю но на дух не выношу я могу выпить под бокал вина кусочек горького шоколада но удовольствие мне это не сильно принесет риттер спорт точно квадратный шоколадка клубника с йогуртом риттер спорт он самый так и рассуждаю как он ситуация с костями делягины честная чтоб вот вслух не произносить мат и потому что это жесть троящее прям вот кстати хочу поддержать надо будет выложить тоже stories поддержку на ее ситуацию это трэш я причем знаю эту ситуацию у меня странно честно что она с мая месяца молча я знал эту ситуацию изначально ну то есть общаюсь кристинка нормально я честно вот чтобы слух не вы вдруг дети смотрят прямой эфир потому что это вопиющий слух она просто пыталась с ним по-хорошему договориться как-то чтобы они признали свою вину как-то услышали и тени с такими сволочами надо сразу судиться ничего не докажет я же пытаются блокировать на нее там жалостом прочь куча жести реально привет азербайджан кто присоединился ой за лайками спасибо да я кстати протонировал кому нравится мой цвет волос краситься мне нельзя волосы я убила волосы я восстанавливаю сейчас спаси смирновые короче красятся пока мне не вариант вариант просто тонироваться жалит все расходит к сожалению а так я бы вот сюда восемь с таким цветом походила но пока не вариант краситься люблю я авокадо честно обожаю причем только недавно узнал что вы когда это фрукт обожаю честно очень бы причем могу его есть не в салате а просто вот вот ложкой с солью и лимоном со времен проекта стало лучше вы ли слушайте ну логично я пришла на проект мне было 23 сейчас на 35 в 35 лет если баба хреново выглядит значит глупой дурная баба но простите в 35 мы знаем себя знаем себе цену свою лучшую худшую сторону уж конечно конечно мы можем и внешность подрихтовать так чтобы все было достойно и стиль выработать и общаться научиться и эрудиция и образование давно получим то есть 35 такой ах хороший возраст когда ты еще выглядишь молода а мозги и внешность у тебя уже все в порядке с этим в общем я кайфую честно от своего возраста как вам певицу ольга серябкина она певица мне казалось она в трусах бегает по сцену нет но она кстати если оцените в вокальные данные а как человек который пишет тексты песен и стихи вот в этом образе она мне нравится гораздо больше чем в 32 года в трусах на сцене но каждому свое наверное возможно и она в этом кайфу этот смысл ее жизни от ее образ жизни это и деньги так далее не нравится да ради бога юлия ставрополя большой привет окей передаю нет живу я еще не у себя и перееду я еще к себе хвой как не скоро блин поэтому к весне походу когда там будет мебель когда там будет да там будут шкафы когда там будет кухня когда мне будет на чем расположиться не хочу пытаять жить спать и есть на полу вот честно не хочу мне проще оплачивать съемную квартиру и потихоньку готовить меблировку ремонт чем вот так вот жить и психовать я просто человек за комфорт все что там есть это пока ванны и туалет вот обустроена все остальное мимо так рассказать про сглаз ой блин на это надо на отдельный пост делать часто но у меня прям была адская ситуация у меня прям ну короче я сначала думал что у меня это вообще ну типа вот знаете кожные заболевания тут и вот на нервной почве начинаешь там чесаться сыпь появляется раздражать зуд жжение и все такое то есть блин я просто прошла такой курс лечения и мне вообще ничего не помогало оказалось реально сглазили я не сильно раньше верила в эти вещи но я верю в хреновую вот в дичайшую энергетику людей которые просто в сердцах тебе пожелают и вот такую гадость делают а это вообще оказалось что мне достаточно близкий человек сделал но как близкий не друг прям но такой в общем я в шоке была мне было честно дико неприятно я теперь стараюсь как-то людям поменьше рассказывать у тебя глаза во лбу есть это как смысле глаза во лбу чего мужик не дает денег денег на что мне мужик должен дать не понимаю немножко вопрос как попасть в цех лэшмейкеров те кто ресницы наращивают это у нас есть рекламное отдела обычно там участникам по бартеру все делают ну в общем если интересно скиньте ваши контакты я вас сориентирую на нужного человека так сашей гобозовым я честно сто лет не общалась но мне кажется она не в москве сейчас букв в москве пришел бы на съемки дороге бог пообщались бы алтайский край передает привет да с алтайским краем у меня очень много связано не самого приятного личного но спасибо к алтайскому краю конечно не относится к природе и к людям но с алтайским краем у меня прям много в жизни чего случилось замуж нет замуж я пока не вышла как отношусь к сестрам хачатурян блин генрих а вас вот только эти вопросы волнулись как это еще к тому как другого я к ним никак не отношусь правда мне кажется наверное есть поинтереснее ко мне вопрос чем вот эти я хороший мотиватор а я читаю боже не дай бог мне кто-нибудь скажет недавно скал племяшка я на тебя ровняюсь боже упаси мне кажется такой не идеальный человек у меня столько в жизни было жести и плохих вещей которые вот точно не образец и не пример для подражания что когда мне так говорят что на меня равняются мне прям как-то не по себе становится вот честно это все равно как на улице иногда как сегодня как на улице на заправке подошел парень ну как парень ну не ну лет сорок и обнял сказал что он смотрел проект и помнит меня еще с тех самых времен вот и обнял так по-доброму у меня как-то аж растерялась на заправке но такие случаи у меня тоже бывают жизни веселые да спасибо что лайкаете когда кастинг в казахстане слушайте пока не предполагали для тех кто живет далеко и не имеет возможности прийти на проект есть возможность дистанционного прохождения пишите мне на номер плюс 7 916 970 49 46 это мой личный номер по которым я разбираю все до единой не поверите заявки на кастинг каждому отвечаю с каждым прорабатываю вопрос его прихода помогаю так далее поэтому пишите могу в конце прямого эфира еще раз это все подсказать ой вы на меня только подписались спасибо приятно очень приятно так все у меня в личной жизни ребят хорошо не переживайте не прямо такого же ажиотажа в личной жизни мы как моей личной жизни так сохранить эфир окей хорошо сохраним как устроиться гримером пока не требуется гримеров у нас много любимая еда помимо шоколада роллы обожаю обожаю сырный суп обожаю бабушкина вареники в киеве блин это что то вот сейчас вам казалось роза захотелось в киеве бабушки под бочок на ее вкусную еду блин мне всегда казалось что бабушки это такие взрослые тети которые сразу умеют вкусно готовить я по ходу буду бабушка не из этой категории но либо у меня есть вариант лет за 20-30 научиться мой парень меня заблокирует доплюнь ты на него чем последний что ли на этой планете мужиков честно как грязи ты имеешь какое-то дело к соблазнению я вас соблазняю николай брайко честно не поняла вопроса если честно так не нужны никакие рубрики киева спасибо я правда я сегодня вот мы сидели с коллегами на работе у нас там девочка скоро заходят которая прямо такой блогер она себя позиционирует у нее 600 тысяч подписчиков она прям называет себя блогером рассказывать как вести аккаунт какие нужно темы быть выбирать когда посты публиковать там и я так сижу слушаю вот у меня 600 тысяч аудитории я думаю походу я в этой жизни как-то прожила ее мимо я понятия не имею какие темы интересны моим подписчикам когда нужно просто какие выкладывать на чем акцент делать вот мне о чем-то захотелось написать я поделилась а походу это целая система и я чё-то еще в этой жизни прикиньте не знаю а есть блогеры а я их называю блохеры как блох развелось этих блохеров это бабуль называет их я с ней согласна так оль рапунцель да уль рапунцель беременна вторым это не секретный для кого в общем это первое в истории дома два мамочка которая решилась на второго ребенка на проекте почему в барнауле нет кастингов слушайте проводили кастинги честно провалились они в барнауле явка была чёт там человек 20 или 30 поэтому барнаул оказался неактивным городом поэтому пока решили не проводить там кастинги я живу на пражской я живу на пражской соседи проходила тренинги я нет честно ни один марафон никогда не проходила вот недавно познакомилась с одним коуч-тренером мотиватором психологом и вот у меня все уговаривает для собственного развития сознания пройти тренинг личностного роста вот думаю то ли пойти на марафон желаний то ли на квантовую физику жизни то ли там еще несколько интересных вот интересно идти нет скажите мне куда пропал мауглия человеческий детеныш спросите у киплинга куда у него пропал мауглия что с гобозовым что с гобозовым почему спрашиваете меня про гобозова про человек с которым я встречалась тадам 12 лет назад вы думаете мне правда интересно что у него происходит серьезно характер похож на мой поэтому переживаю за тебя ой не переживайте я ставлю если бы не мой характер я была бы идеальная девушка счет в жизни пошел не так по ходу дружишь и общаешься с женой лёша одеева конечно лёшу я давно знаю наташу давно знаю с наташей дружила с лёшу дружила на проекте и сейчас дружим общаемся конечно общаюсь так телек это фон по ни одна такая как вы отстаёте в смс да тут смс у меня просто валом вообще я тоже не знаю как так пролистывать крепко ли я сплю у вас может быть вечеринка в моей комнате вы можете пить танцевать вы можете орать смотреть телек если я хочу спать я ложусь и сплю при свете при звуках вообще мне ничего не мешает если нужно спать я сплю к бузовой идешь на концерт а когда у бузовой концерт найдешь ты все успеваешь нет вот было бы в сутках часов 30 я бы точно все успевала а так нет что за цвет это не цвет это всего лишь тонировка ох это я не скажу это ду мастера спрашивать поэтому не могу подсказать так какие шансы выиграть оля рапунцель в конкурсе слушайте ну мне кажется все с беременностью большие мне кажется она теперь конкурент многим потому что многие голосуют за детей это хороший мотиватор это пример семьи как бы оли там к ней не относились но они с димой пример семьи проект же про отношения про отношения а тут вторая беременность мне кажется такой момент положительный погнали дальше по вопросам люблю ли я кофе вот я не до сих пор не определяет я чьи ман или кофе ман не понимая это это люблю да не в новой я квартире смогла бы я простить измену а вопрос какой измены физическую или духовную вот что для вас страшнее узнать что мужчина по пьяни кому-то присунул разок и раскаивается или мужчина не изменяет физически но каждый день мыслями он с другой женщина и вас просто терпит какая измена сильнее для вас в плане стресса физическая или моральная вот это больше вопрос интересный может ли за из барджана приехать участниц кэш может какая разница откуда вы главное вы должны быть интересной ты за колу или пепси я николу не пью не пепси я из тех людей которые не ест чипсы вообще не пьет газировки никакие и не ест макдональдс исключение составляет макдак если ты после бухача и на следующий день доширак и макдональд скажут самый вкусный едой за всю свою жизнь в макдональдсе я ела раз вот чтобы вам не собрать раз 10 наверное за всю свою жизнь примерно столько же пила колу и пепси я не люблю эту гадость честно кто интересуется моей личной жизни в ней все хорошо спасибо не переживайте курску большой привет из курска кстати мастер по волосам который сейчас занимается восстановлением моих огрызков вот поэтому курс до недалеко от моего города кстати далеко до работы от того квартиры до примерно столько же сколько сейчас от съемной до работы за одинаково минут 40 это же если в подмосковье если на работу в москве то поближе краснодар просили помахать ручкой я вам машу так из-за квартиры будут завистники слушайте вот честно я боюсь глазах теперь потому что мне долго снимали вот эту порчу из глаз и такая не быстрая процедура и не разовая и они честно не расскажешь ну вот так вот ты же не придешь скажешь прям простите у меня кожа гниет чешется зуб и и все такое не помогает ни одни крема не не мази не доктора ничего я убил на это пять месяцев и все по нулям то есть не придешь так не расскажешь никому это вот сейчас прошло время когда уже все прошло спасибо добрым людям если вам интересно я могу вам скинуть ссылку ну то есть если кому надо потому что обычно как ой блин реклама вот это все но вот я столкнулся своей жизни один раз это была жесть я безумно этого боюсь блюмеш смотрите ваш глаз задергался вспомнил прикиньте об этом реально глаза держу просто я такой же есть прижила честно что вот не дай бог никому если интересный я могу выложить реально мне не сложно но просто сейчас налетят какие-нибудь курица что ой блин реклама гадалок ли это я подписан всего на единственного человека и вот за нее не стыдно сказать но это если вот кому интересно правда без проблем что-то обо всем общаемся есть не интересно не вопрос вообще-то не буду заикаться на эту тему выставляла stories сухой кожи слушайте это сыворотка и крем у меня сейчас просто нет под рукой надо другую комнату дойти но если вы меня в директ напишите я вам выставлю вообще без проблем орск привет да зацените мой макияж кто присоединяется делала сама обычная криворукая вот поэтому сегодня я сама себе мастер макияжа так вопрос говорят переехала в другой город и теперь жалею что делать так возвращайтесь в чем проблема как с участниками можно поработать по бартеру это не ко мне вопрос к рекламному отделу каналу есть специально обычные люди кто этим занимаются если это бывший участник вы можете в личку напрямую написать он вас сориентирует с рим и второй раз не получилось потому что мне подфартило дали билеты на руки вверх а это вообще группа моего детства вода римульки там свидание было хотя эту жопу на меня обиделся я не понимаю честно за что вот но нет не получилось встретиться любимый предмет школе русский литератур однозначно я выигрывал олимпиады в городе по русскому литературе и поступала в педагогический вуз бывший педагогический всего лишь сдав один экзамен у меня было целевое направление меня уже брали на работу в газету орла вот я уже давно печаталась поэтому сдав один экзамен я поступил на факультет журналистики а потом параллельно поступила в театральный и забрала документы с журфака вот как-то так поэтому русский с литературой это прям мои предметы будете моим стилистом и визажистом когда буду в сергиевом посаде ой напишите мне в личку может быть как-нибудь и попаду в сергиев посадь не раз там не была естественно тебе не жарко в теплой кофте честно я приболела и я мерзну я вам еще больше скажу у меня и носок шерстяной я берзну дома видите дома я не секси-леди теплые костюмы шерстяные носки кто брови корректирует брови мне никто не корректирует мне бы их расчесать бы не мешало бы разлохматились пока тут переодевалась утеплялась прям брови мои не хотела бы я стать участником давай в своем уме в 35 лет пойти участникам да мне кажется это прям вот называется ты неудачник у тебя в жизни ничего не получилось пришел в 35 лет на проект не я пас чем мне понравилась кальцикал он она крутая на настоящий она очень искренне она знает себе цену она не прыгает в койку к мальчику она умеет выстраивать грамотные отношения она была очень рассудительная с глубокими моральными принципами это очень сильно и и выделяют на фоне остальных девочек поэтому мне приятно что у нас такие люди тоже приходят так сейчас отлично выгляжу и спасибо ой про блогеров согласна так давайте лайк то считать что блогер это смешная профессия когда племянница вышла мечтает быть блогером игру насть это может быть хобби это может быть не знаю там твой какой-то интерес но это никак не профессия если ты ничем не занимаешься кроме блогерства мне кажется ты тунеядец но вот это лично мое отношение мне кажется вот блогер это можно написать я тунеядец целыми днями торт в интернете больше про себя сказать ничего не могу я блохер вот я к нему вот так отношусь ты можешь быть не на этом интересным журналистом ты можешь быть там телеведущий ты можешь быть кем-то и тогда как бы введение в интернете ну освещение своей жизни наверно это имеет место быть но просто мечтать быть блогером ничего еще не представляю но вы серьезно я таких лет отправлял сначала учиться потом уже мозги на место вставлять кто я по образованию по диплому я режиссер театра у меня две вышки а по 2 артист драматического театра и кино я кстати даже в театре работала так ты между прочим до дома 2 ой много где работала кстати на радиостанции работала на серебряном дожде много где поработал правда или просто рапунт или условия поставили бы два ребенка либо хоскадра в свое уме нет таких условий на проекте не ставят ребенок зачат в любви семьи выкиньте эти дурацкие мысли мне странно что у вас они в принципе в голову приходят правда иванов подходит настисти цвет что им помешало быть вместе у это вообще не ко мне вопрос я честно упустила даже эту симпатию из вида когда замуж скоро когда выйду замуж выложу вот так кольцо скажу поздравляйте возьмите в дом 2 пишите в личку сориентирую вас не надо спешить замуж у тебя будет блестящая карьера на тв слушайте я не считаю что одно вместо другого мне кажется нет смысла выбирать либо замуж либо карьера ксения борьба при блестящий пример тому как можно совмещать и то и другое я вот в этом плане и горжусь приезжая в гости в курска обязательно чем не нравится я на шофеева а предана своему мужчине она очень искренне она эмоционально она живая нам настоящая какая-то мне правда на очень нравится неплохая девочка я считаю что она достойно даже войти финал человека года общего бы нет а чем вам она не нравится по фото гадалка гадает она не то чтобы гадает я не могу назвать ее гадалка этого человека честно мне не повернется язык про карину так сказать она нет дистанционно она работает если вам надо погадать на каких-нибудь картах таро это не к ней она другими более серьезными вещами наверное занимается поэтому если вы про погадать там на кофейной гущели на каких-нибудь костяшках бросить но это правда вот я не про эту историю рассказывать честно сходи на битву экстрасенсов в качестве гостя а я бы сходила если позвали хорошая история была бы как относится к саше харитоновой очень положительная интересная девчонка ценю ее за мозги за то как она себя ставит меня нравится самая крутая праздник нового года который запомнилась у меня практически такой каждый новый год она все спонтанно если я планирую 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 и все получается раз одно место но весело поэтому нормально все я воспитана их и красиво ой спасибо на вид 18 35 не 35 мне кажется только не живут я прям динозавром надо себя чувствую холодно в комнате нет мне кажется просто я под заболела честная работа мечтаю сейчас о ванне и горячим чаем говорят что после 35 не могут попасть на проект а что делал психолог был запрос от канала на возрастного участника за 40 это очень актуально часто спрашивать мы решились на эксперименты и пригласили взрослого человека любишь золото или серебро люблю белое золото и серебро предпочитаю не выбирать хоть смешные блогеры видите мне нравится что вы так же рассуждаете колдунья ли у меня мама это правда хоба в своем уме нет у меня мама не колдует не привораживает верующий человек носит крестик ходят в церковь мама у меня не колдунья но мама у меня занимается медитативными практиками это называется космо энергет то есть она в медитацию посвящена она умеет лечить рейки энергии у нее уже вторая ступень поэтому мама у меня просто занимается медитативными науками вот ей это интересно медитативными практиками в общем в этой истории в этой истории но когда-то она пробовалась на битву экстрасенсов потому что она много чем не это все точно не колдует зрит в корень и про блогеров мне нравится что я вас повеселила показать маникюр у меня знаете как всегда красный практически total red круглый год когда мне красный надоедает до черти у меня french рапунцель и опять про рапунцель и как относись к африкантовой а к марине или к татьяне вы уточните так просите ссылку кто мне помог давайте так сейчас закончим тогда прямой эфир и я обещаю что я выложу пост ненадолго как раз вот про историю тут разглаз и так далее оставлю ссылку если вам надо вот поверьте мне я бы я к а карине узнала от юлиса либековой ну то есть что-то разговаривали была такая история ну вот я брюя правда никому об этом не рассказывал потому что такие вещи блин стыдно рассказать ну то есть вся чесалась просто вот у меня такой зубы на такими блямбами было тело но то есть ни один дерматолог мне не помогал невролог родной арной почве дерматолога что это дерматит в итоге полгода эту фигню мы не могли вывести никак оказалось классным порча с глаз короче вот что-то из этой серии мне карина помогала женщина очень классная но она она и дистанционно работает очень намного что делать умеет я чтоб не делать здесь рекламы то подумать что какой-то прям пост рекламный не если надо игры я выложу если у кого-то есть такие проблемы ради блога потому что я прям попала под такой замес единственный раз в жизни и больше никогда не попадала и единственный чек на кого подписан это вот на эту карину но горы не дай бог кому туда попасть ситуацию страшно бывает хорошо выгляжу спасибо веришь ли экстрасенсом да у меня кстати много друзей экстрасенсов есть шарлатаны их много и даже на этой же битве есть реальные люди которые правда много чего могут прям вот знаю таких и тех и других знаю шарлатанов и действительно прям сильных со многими общаюсь правда и с вика субботой и заради нам раза его намного с кем с николь кузнецовой я считаю что этим людям правда много да ну и только с ними как бы со многими общаясь поэтому есть прям люди кому-то дано свыше я шарлатана полно вообще не помню мальчика с битвы экстрасенсов которые там то с какой-то крыс приходила то там с черепушками с костяшками еще с какой-то фигнёй ну короче разные есть где братья делаешь кого делаешь что-то я поражала когда отпуск отпуск у меня с 10 декабря по двадцать пятое косуля моя почему дома прикинь я с работой расторгуев отпустил в шесть часов я аж офигела от такого подгона судьбы вот поэтому я думал уже у меня был рабочий день который окончился очень рано так короче по ходу надо выложить про пост про сглаз блин ну ладно самом деле уже это давно прошло лёвович как косулечка мои девочки здесь так а чё это мы не вместе не пьем винчи к по прямому эфирам в инсте я девчонечки мне кажется пора исправить можно как-нибудь соберемся на днях а когда замуж зай после тебя прям сразу или давай я как достигатор пора походу и эту зону отметить мои подруги называть меня достигатором этот человек который достигает целей вот поэтому подружники интересуются зайки вам все так соскучилась мечет у вас мало стало давайте чем намутим приключений на свою жопу вот какое масло растительное любишь для косой ты ржачная сейчас самые смешные вопросы пойдут от моих подруг какие лампочки дома а носочки не показать могу шерстяны чего еще показать кстати надо реально пойти пожрать вот в общем ладно что-то я умоталась с вами общаться так что я пообещала пообещала в личку контакты рекламного отдела кому интересно бартерное сотрудничество с участниками вот пообещала девочке крем в личку напиши мне в директ я тебе отвечу пообещала про сглаз написать окей напишу честно это уже давно прошло слава богу полгода назад было вот чё еще чё еще как с ней мутить окно открыто за юнь окно открыто окно ждет тебя что-то как карлсон ко мне прилетела так что девочки давайте уже тут чем-то намутим а как с ней мутить на каком масле картошку жаришь верите картошку не ела со времен института я не ем жареную картошку вообще потому что то очень покажи ухо зайчик хочешь сережки покажу короче ладно все всем счастливо всех обнимаю спасибо за лайки всех целую номер рабочий для кастинга до обещала плюс 7 916 907 и 49 46 мой рабочий номер он в принципе у меня в аккаунте в инстаграме указаны если кому надо на кастинг уэлком мы не девочка чем мальчики всего девчули я всех целую всех обнимаю спасибо все что были я пошла кушать эфир сохраню обещаю